Необходимые английские слова по теме «Части тела и лица» для начинающих детей в список с транскрипцией и переводом. Тема для изучения на английском языке «Части тела» очень важна, ведь не зная ее ты не сможешь выразить свои мысли, например, что у тебя болит и где обратиться к доктору или продавцу в магазине, если ищешь какую-то конкретную одежду, не сможешь описать человека и перечислить его особенности. Учить «Части тела» несложно, ведь многие слова неизменно используются в русской речи «боди», «фуд», «хэп» и так далее. Кроме того, вы всегда сможете сыграть на ассоциациях, называя свои «Части тела» определенными словами и потому быстро запомните лексику. Упражнения и задания на английском языке для детей по теме «Части тела и лица». Варианты заданий – диалог на английском языке для детей по теме «Части тела и лица» с транскрипцией и переводом. Практикование речи и слушание – важный этап для закрепления знаний. В помощь вам могут быть небольшие тематические диалоги, которые можно разыгрывать в классах или же с учителем, записывать и прослушивать. Самостоятельно это поможет вам улавливать ошибки произношения и тут же исправлять их. Диалоги – карточки на английском языке по теме «Части тела и лица» с транскрипцией и переводом. В изучении английского языка карточки очень эффективны и популярны. Прежде всего, это отличная наглядность, с помощью которой дети легче и быстрее запоминают новый материал. С другой стороны, личные карточки с картинками, словами и транскрипциями можно вклеивать в рабочую тетрадь или словарь для запоминания. Карточки – игры на английском языке по теме «Части тела и лица». Конечно же, играя запоминать новую лексику детям проще и веселее. Каждому учителю обязательно следует включать в образовательный процесс игровые моменты, чтобы заинтересовать и привлечь каждого ребенка. Какие игры можно практиковать? Мультики для детей по теме «Части тела и лица». Попробуйте такие видео «Части тела на английском» «Английский для малышей» «Мое тело словарный». Запас «Части тела» «Советы для самостоятельного изучения темы на английском языке» «Части тела и лица» «Для детей и родителей» «Решетка-перешетка». Советы «Хороший урок», «Добровольный урок». Никогда не заставляйте своего ребенка учить язык насильно. Включайте в урок 4 формы работы «Письмо», «Говорение», «Слушание» и «Разговор». Обязательно насыщайте план урока активными играми. Подготовьте для урока как можно больше наглядности и каждый урок должен состоять из трех частей повторения прошлого материала, введение нового и закрепление полученных знаний. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...